Всем добрый день, мы продолжаем с вами курс введения в SEO за 30 дней и сегодня следующий урок мы поговорим про поисковый антиспам Мы уже с вами говорили про факторы ранжирования и примерно представляем, что необходимо делать для того, чтобы хорошо ранжироваться в поиске Но помимо алгоритмов ранжирования, у поисковых систем есть алгоритмы антиспама Что такое в целом веб-спам? Поисковики трактуют немножко по-разному Гугл говорит, что это мусор в поисковой выдаче когда сайты обманным путем пытаются выйти на топовые позиции или нарушают требования к обеспечению качества Яндекс говорит, что это попытки обмана поисковой системы и манипулирования ее результатами с целью изменения позиций того или иного веб-сайта Действительно, веб-спам означает манипуляцию выдачи с помощью накруток всевозможных Что накручивают веб-мастера чаще всего? То есть какие типы спама бывают? Ну и также какие типы антиспама? То есть антиспам он базируется на том, какой спам существует Здесь прежде всего текстовый бывает Мы сейчас подробнее посмотрим Ссылочный спам, когда мы манипулируем ссылками Поведенческий спам, когда мы пытаемся накрутить поведение пользователей показывая поисковым системам, что сайт хороший, популярный и востребованный За поведенческие накрутки сейчас в поисковых системах самое жесткое наказание В Яндексе бан минимум на год Остальные чуть-чуть попроще в этом плане Бывает также доменный спам, когда мы манипулируем доменами Рекламный спам, когда избыток рекламы И различные обманные формы монетизации трафика Сейчас мы поподробнее рассмотрим Если бы не было антиспама, то в выдаче было бы много дорвеев Дорвеи это специальные спамные странички, которые созданы для того, чтобы монетизировать трафик Перенаправляя его на уже коммерческие лендинги Если бы не было антиспама, то кто больше заплатил в SEO, тот был бы выше То есть кто больше потратил бюджетов на ссылки Может быть на сотрудников, которые договариваются про обмен ссылками То есть кто больше бы заплатил, тот был бы выше Это не совсем была объективная картина выдачи И не интересна она ни пользователям, ни поисковым системам Также было бы много недовольства со стороны пользователей Из-за шокирующей рекламы Если бы не было антиспама, который направлен на понижение рейтинга сайтов с избытком рекламы То было бы много недовольных пользователей В том числе можно нанести большой вред пользователям Из-за различных обманных техник, которые используют сайты Давайте посмотрим поподробнее Вот один из примеров текстового спама В текстового спама бывает много вариантов Вот один из примеров, где мы видим много ключевых слов Купить вывеску, вывеска, изготовление вывески и все они ставлены в предложение, которое не очень естественное и не содержит никакой полезной информации, ну разве что номера телефона. Текстовый спам бывает следующего вида, то есть это повторение ключей, переоптимизация, как на предыдущем примере. Это неестественный или бесполезный текст, сейчас с этими текстами борется алгоритм Baden-Baden в Яндексе, ну в гугле алгоритм Panda тоже направлено на тексты. Здесь поисковиками используется как лингвистический анализ текста, так и анализ поведения пользователя на этом тексте. То есть не просто анализируется вхождение ключевых слов, но также и с лингвистической точки зрения, насколько читаемый этот текст и как с ним взаимодействуют пользователи, читают, не читают, смотрят и так далее. Агрегация контента, когда вы берете контент из разных источников и агрегируете его у себя. Поисковики борются с подобными техниками, это тоже считается спамом. Скрытие ключей всевозможные, то есть ставка ключевых слов мелким текстом или цветом фона, еще каким-либо образом. Либо просто скрытие в спойлерах, когда пользователь не видит текст с ключевыми словами до тех пор, пока не нажмет читать дальше. Это тоже относится к текстовому спаму. Пример ссылочного спама. Здесь на примере видно анкор-лист одного из сайтов. По анкор-листу уже видно, что здесь человек продвигает видеорегистраторы. Анкор-лист выглядит неестественно. Также любые виды покупки ссылок. В данном случае вообще явная покупка, когда на нецензурном сайте продвигаются молочные продукты. Видов ссылочного спама тоже бывает много. Во-первых, это покупка ссылок, поисковики определяют вероятность, которую вы покупаете или продаете ссылки. В частности, в Яндексе этим занимается алгоритм Minusings, в Гугле алгоритм Penguin. Как Яндекс определяет, была ли куплена ссылка или нет. Во-первых, у них есть тексты ссылок, которые с большой вероятностью являются покупными. Ну, коммерческими и покупными. Ну, например, купить цветы недорого. Или доставка цветов по Москве. Или заказать игрушки оптом. То есть, такие словосочетания, которые явно говорят о продажности ссылки. Далее находятся все подобные ссылки в сети. И этот граф расширяется на те сайты, на которые ссылки эти ссылаются. Далее, с помощью алгоритма HITS, который мы рассматривали с вами в 13 уроке, поисковик может разделить сайты на те, которые с большой вероятностью продают, и на те, которые с большой вероятностью покупают. Технически это сделать несложно, поэтому поисковики достаточно просто определяют. Также сюда относятся ссылки для манипулирования результатами поиска. То есть, здесь не обязательно они могут быть покупными. Мы могли эти ссылки получить в результате обмена, или в результате каких-то других техник. Но они предназначены чисто для манипуляции результатами поиска. Такие ссылки тоже не любят поисковой системы и борются с ними. Различный спам в комментариях, ссылки с немодерируемых площадок, линк-фермы, линк-фермы это сети, созданные специально для того, чтобы размещать на них ссылки и продвигать сайт или несколько сайтов. Скрытые ссылки, которые скрыты от глаз пользователя, и по ним совсем нет переходов, но при этом они существуют в коде. Либо взломанные сайты, когда сайты взламывают, тоже часто размещают ссылки на продвигаемые ресурсы. Поисковики тоже стараются с этим бороться. Хотя определить, что сайт был взломан достаточно сложно. Доменный спам. Прежде всего, прямые вхождения ключа в домен, название домена. У Google есть специальный алгоритм, называется EMD, Exact Match Domain. Этот алгоритм направлен на борьбу как раз с такими доменами, которые имеют в себе вхождение ключевого запроса. Обычно это ключевой запрос от двух и более слов. А также дроп-домены. То есть, когда истек срок действия домена, люди их выкупают в надежде, что этот домен сохранил какой-то авторитет. Либо ссылаются с этих доменов, восстанавливая данные из веб-архива, либо перенаправляя этот дроп-домен на продвигаемый ресурс. Такие техники тоже считаются спамными, и поисковые системы борются с ними. Рекламный спам. Различная агрессивная реклама в виде поп-апов, поп-андеров, всплывающих окон. Например, вы выиграли миллион, и это не шутка. Избыток рекламы. Она может быть не очень агрессивной, но ее может быть избыток на странице. И полезного контента на страничке меньше, чем рекламных блоков. В Google есть для этого специальный алгоритм, It's Above The Fold, сколько рекламы на первом экране находится. Ну и Яндекс тоже использует множество алгоритмов для борьбы с агрессивной рекламой, для борьбы с сайтами, которые имеют избыток рекламы. И сюда же относится кликджекинг. Кликджекинг – это технология, когда пользователь, не ведая для себя, авторизуется в соцсетях и передает свои персональные данные другим сервисам. В частности, это рекламные сервисы, которые используют эти персональные данные для того, чтобы связаться с пользователем. То есть, вы походили по какому-то сайту и ушли с него, а владелец может вам потом написать в соцсетях. Вы не очень понимаете, откуда он узнал ваш аккаунт, но они узнают через специальную систему кликджекинга. Либо может позвонить вам по телефону, который у них уже сохранился в CRM. Системы кликджекинга сейчас отдельно сами по себе не используются, они часто внедрены в сервисы обратного звонка. Если вы используете какой-нибудь сервис Callback Hunter, еще любые другие сервисы обратного звонка, убедитесь, что в настройках нет функции, которая собирает персональные данные пользователя. Иначе можно получить фильтр от поисковой системы, достаточно серьезный. И различные обманные техники. Здесь могут быть мобильные редиректы с целью монетизации, смс-платежи, когда вы ходите по сайту с мобильного телефона и при этом не подозреваете, что уже платите смс-платежи. Маскировка под популярные системы, например, как будто вам сообщение из ВКонтакта пришло, где-то внизу выскочило знакомое лицо. И использование различного ординансного контента. Но это, конечно, самые жесткие техники, с которыми тоже жестко борются поисковые системы. Как именно происходит борьба? Во-первых, все зависит от степени спама. Насколько серьезны были ваши намерения манипулирования выдачи. И первое, что может произойти, может произойти запрет на индексацию. То есть большая часть сайта выкидывается из индекса и уже не индексируется дальше. Например, как с фильтром АГС, когда сайты продают ссылки активно, при этом являются малоинформационными. Яндекс выкидывает их из индекса, оставляя одну-пару страниц и обнуляет тиц и дальше не индексирует. Есть также другие фильтры, которые также приводят к запрету на индексацию. Либо поисковик может использовать скрытый или дополнительный индекс. В Гугле называем дополнительный индекс. В Яндексе чаще используют термин «скрытый индекс», когда контент попадает не в основной индекс, а именно в дополнительный. И с маленькой вероятностью будет показываться пользователю. То есть вы видите, вроде бы странички проиндексированы, но на них совершенно нет трафика. Обычно в скрытый индекс попадают малоинформативные странички, которые с маленькой вероятностью вообще кто-то может искать или может найти. Также используются предфильтры и постфильтры. Предфильтры – это когда различные факторы либо обнуляются, либо им дается отрицательное значение. Например, вы переспамили ссылками и поисковик может либо обнулить, вот как сейчас делают с пингвином. Есть разные виды пингвинов, но в одной из вариаций Гугл просто обнуляет ссылочные факторы, чтобы вы не могли повлиять так на конкурента. Но с другой стороны, плохие ссылки могут привести и к отрицательному рейтингу ссылочному. Это может понизить сайт наоборот, вместо того, чтобы повысить. Отрицательные факторы бывают не только за спамные ссылки, но также и за использование спама в текстах. Также используется понижение рейтинга – это постфильтр, который используется уже после того, как поисковик отранжировал результаты и нужно выкинуть из них спамные ресурсы. Желаю вашим сайтам никогда не попадать под антиспам-алгоритмы. Теперь вы много знаете и отрицательных моментов сможете избежать. На этом сегодняшний урок закончен. До встречи в следующем видео.